Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – средняя скорость и ускорение. На прошлом уроке мы познакомились, что такое механическое движение и что такое скорость. На сегодняшнем уроке мы будем изучать, что такое средняя скорость и ускорение. Познакомимся с начальными среди ускорениями. Также на прошлом уроке мы изучили, что механическое движение бывает поступательным и вращательным. И также, что при описании движения тела, тела бывают разной формы, то есть разного размера могут иметься. Допустим, и что? Для описания движения скорости какого-то определенного физического тела обычно выбирают его центр. Для облегчения, для его облегчения, для облегчения описания данного движения, данного физического тела. А что же такое поступательное движение? Это самый простейший вид движения механического. Мы еще познакомим, что такое вращательное движение. Вы, я думаю, представляете, что вращательное тело – это механическое движение тела, связанное с его вращением относительно своей оси. Но это мы будем более подробно изучать в более старших классах. То есть, я думаю, это где-то в конце 8-го, в 9-м классе будет изучаться. А вот поступательные движения, я на том уроке особо-то и не объяснил, как будут. Я сказал, что они бывают поступательным и вращательным движением. Движение бывает механическое. И сейчас поговорим, что такое уже поступательное движение тела. Потому что вот это определение может встречаться нам в некоторых темах курса 7-го и начала 8-го класса. Так что же такое поступательное движение? Поступательное движение – это механическое движение, характеризующее положение любых точек в твердом теле, обычно в твердом теле, которое можно соединить к каким-то отрезкам, допустим. Я сейчас определенно не говорю, я просто объясню вообще, что такое поступательное движение. Вот это вид механического движения твердого тела, точнее обычно твердого тела объясняют, в агрегатном состоянии, в твердом он находится, в котором находятся любые точки. Можно построить любые точки в этом теле. И если вот эти любые точки соединить к каким-то отрезкам определенным, и при движении это тело не меняет свою форму, размеры, и вот эти точки остаются параллельными друг к другу, вот это и называется, допустим, поступательным движением. Это и есть поступательное движение. Я думаю, термины вам не надо будет запоминать. Я просто вам на словах объяснил, что это такое. А вот уже терминологию мы будем проходить, когда будем изучать более серьезное уже движение. Оно будет где-то в конце 8 класса. Вот мы тогда и поговорим, что такое поступательное движение, что такое вращательное движение, уже более подробно. А сейчас я вам просто на простых словах объясню, что такое поступательное движение. То есть оно, это движение, связанное с движением твердого тела, это вид механического движения, которое не изменяет свою форму, объем. То есть оно постоянно тело при движении. И если взять две любые точки, соединить их отрезком, и если они останутся параллельны друг другу или другим отрезком, то это и есть поступательное движение. Хорошо. Ну и для описания движения любого физического тела, выбираю обычный его центр. Центр данного физического тела. Но давайте поговорим про среднюю скорость и ускорение. Вообще, что такое средняя скорость? Это неравномерное движение. Опять же, средняя скорость это неравномерное движение. Хорошо. Как обозначают скорость средней? Средняя скорость, она пишется вот так вот. Хорошо. Также на прошлом уроке мы поняли, что скорость векторная величина, то есть она имеет направление. Хорошо. Давайте напишем формулу средней скорости. Чему равняется средняя скорость? Она равняется среднему перемещению, то есть среднему путю, ой, точнее, общему перемещению поделить на общее время, за которое он проходит данный путь, данное тело, с какой-то определенной скоростью. Хорошо. Это есть t-общая. То есть средняя скорость – это отношение общего пути к общему времени. Это и есть средняя скорость. Хорошо. Ну а что же такое средняя скорость? Давайте изобразим это более подробно на графике. Допустим, мы уже выяснили, что средняя скорость – это неравномерное движение, то есть движется неравномерно. То есть оно имеет, я имею в виду, неравные отрезки, по которым проходит путь. То есть путь может меняться в данном случае, и скоро, и, следовательно, и время может меняться, в течение которого оно двигается. Хорошо. Допустим, начертим график. В зависимости пути от времени. Оси одинад подпишем буквы S. Она будет измериться, пускай она в стилометрах. А ось абсцисс обозначим в виде буквы T. И она будет измериться у нас в минутах. В минутах. Будет измериться в минутах. Поставим начало координат в данном случае. И, допустим, отметим какие-то некоторые числа. Допустим, это 1 будет, это будет 2, это 3, это 4, это 5 и так далее. А здесь пускай будет у нас здесь 1, пускай здесь 2, ну и здесь 3. И построим график в средней скорости, что она из себя представляет. Это будет выглядеть вроде типа вот что-то такого. Это у нас в данном случае будет средняя скорость. То есть мы видим, что тело отправляется из начала координат. То есть оно сначала движется с какой-то определенной скоростью. с какой-то равномерным движением вот до точки, вот до этой точки двигается. Потом это тело не ускоряется. То есть оно движется с этой же... То есть оно начинает покоиться. То есть она устанавливается и стоит в течение какого-то времени. В течение полутора минут. Потом опять начинает движение. Но уже проходит такой же путь, как и от начала координат до точки 1. То есть оно двигается в течение одной минуты. Потом оно двигается в течение полутора минут. Но траектория движения остается такой же. Потом оно опять покоится в течение минуты. То есть от 2,5 до 3,5 минут. Потом опять начинает движение. Но оно уже движется в данном случае тоже минуту. То есть от 3,5 до 4,5 минут движется. Допустим, возьмем точку от 3 до 4. Допустим, это получается отношение 3,4 километра в минуту скорость будет. А допустим, возьмем первое движение у нас. Допустим, будет, вот допустим, точку 1 возьмем еще какую-то точку. Здесь будет, допустим, 1 на 0,8. Хорошо, то есть 10 на 8, где-то 10 восьмых скорость. То есть скорость у нас в данном случае меняется, как мы видим. И потом оно опять покоится. От, допустим, от 4,3 и бесконечно стоит. Может, потом опять начнется движение. Вот это и есть средняя скорость. То есть, что в данном случае можно написать? Будет, что скорость средняя в данном случае по данному графику. У нас тут численного значения особо нету. Ну, мы, конечно, подумировали, но мы это не решение задачи, а просто объяснили, что такое средняя скорость. Мы, как знаем, это отношение общего пути к общему времени. То есть, это можно сказать хорошо, первый участок у нас. Шел S1, путь 1, плюс, потом он шел, путь 2, в данном случае он стоял. Потом плюс путь 3, опять двигался. Потом, путь 4, хорошо. И плюс путь 5. И поделить на время общее. То есть, можно сказать, опять же, T1, плюс T2, плюс T3, плюс T4, плюс T5. Это и есть средняя скорость. Вот оно будет рассчитываться по такой форме. В данном случае, путь 2, он никакой не проходит, он стоит на месте. То есть, он равен 0. И путь 4 тоже равен 0. То есть, их можно как бы не писать. Ну, мы их написали ради наглядности. А вот все времена, они, в данном случае, хоть и тело стоит, но оно стоит в течение какого-то времени. То есть, это, тут ничего нельзя сокращать. Хорошо, вот путь 2, путь 4 равен 0. То есть, можно было их и не записывать, потому что они стояли в течение какого-то времени. И не двигались. То есть, они не проходили никакое расстояние. То есть, их расстояние было равное 0. Они стояли на одном месте. Вот это и есть ради наглядности средняя скорость. Мы видим это неравномерное движение. Хорошо. Поговорим, а что же такое тогда прямолинейное равнопеременное движение? То есть, что значит прямолинейное? То есть, оно движется по какой-то прямой траектории. То есть, от слова прямая линия. Равнопеременное, значит, у него скорость как-то возрастает на одно и то же значение. Ну вот. И давайте дадим, что такое прямолинейное равнопеременное движение. Термин. Прямолинейное. А запишите себе в тетрадь, что такое прямолинейное равнопеременное движение. Прямолинейное равнопеременное движение – это движение, при котором траекторией тела является прямая линия, и за любые равные промежутки времени скорость тела изменяется на одно и то же значение. Прямолинейное равнопеременное движение – это движение, при котором траекторией тела является прямая линия, и за любые равные промежутки времени скорость тела изменяется на одно и то же значение. Вот это определение нам поможет понять, что такое ускорение Хорошо Запишите, что такое ускорение Ускорение – это величина, характеризующая изменение скорости тела при равнопеременном движении То есть, когда скорость тела изменяется на одно и то же значение За любые, за одинаковые промежутки времени За равные, точнее, промежутки времени Ну и характеризующая является прямой линией Хорошо А в чем же измеряется ускорение в данном случае? Еще также ускорение является векторной величиной То есть, оно имеет вектор Числовое значение, показывающее направление данного вектора, называется модулем вектора Хорошо В чем же измеряется ускорение? А ускорение в данном случае измеряется в метрах на секунду в квадрате Это в системе интернациональности, как вы знаете А что же означает это? Один метр в секунду в квадрате Ускорение То есть, это даже можно записать один метр на секунду в квадрате Для облегчения понимания Так, хорошо, а что означает один метр на секунду в квадрате? То есть, это означает, что тело движется со скоростью один метр в секунду за одну секунду То есть, он проходит расстояние со скоростью один метр в секунду за одну секунду То есть, можно записать вот в таком виде Один метр на секунду Секунду То есть, что можно записать в данном случае Это один Хорошо Умножить на метр Поделить на секунду умножить на секунду Степень не складывается Получается один метр на секунду в квадрате Это и есть в данном случае ускорение То есть, он показывает За какое время проходит тело со скоростью один метр в секунду за секунду То есть, это движение тела со скоростью один метр в секунду за секунду То есть, он показывает ускорение Отношение скорости тела То есть, один метр в секунду за секунду И какое проходит расстояние Точнее, ускорение это. Я думаю, вы поняли, что это означает данная величина. Хорошо, мы поговорили что-то к ускорению. А какая же формула для определения ускорения? Вообще, как вы рассчитываете ускорение? А ускорение в данном случае рассчитывается по следующей формуле. Ускорение в данном случае равняется. Это разность между конечной скоростью и начальной скоростью по отношению к времени. То есть, можно записать в следующем виде. Скорость минус начальная скорость. Скорость нулевая в данном случае это начальная скорость. Поделить на время, на t. Это и есть рабочая формула для вычисления ускорения. Хорошо, то есть, это разность между конечной и начальной скоростью по отношению к времени. Хорошо. Это мы вывели формулу для ускорения. Хорошо. А как же научиться нам... Допустим, нам у нас дана формула для вычисления ускорения. Хорошо. Допустим, нам в задаче дано ускорение и все скорости. Найти время. Как вырастет отсюда время? То есть, мы можем записать в следующем виде, что чему равняется. В математическом виде, если вам сложно выражать. То есть, это 18 поделить на 3 в данном случае. 18 поделить на 3. Хорошо. Чтобы найти 3, что нам нужно сделать? А нам в данном случае нужно 18 поделить на 6. То есть, чтобы найти время в данном случае, нам нужно из скорости вычесть скорость нулевую и поделить это все на ускорение. Даже можно провести проверку единиц измерения. Получается, метр в секунду поделить на метр в секунду в квадрате в данном случае. И получается секунда в данном случае у нас. Хорошо. А что сделать, если, допустим, нам нужно в нате будет скорость? Хорошо. Для начала нам нужно избавиться от знаменателя в правой дроби. То есть, до множить на t получается. А умножить на t равняется скорость минус скорость нулевая. То есть, минус начальной скорости. Нам нужно выразить скорость. Хорошо. Получается, скорость в данном случае будет равняться ускорение умножить на время. Хорошо. Плюс начальная скорость. Это форма для вычисления скорости. То есть, получается, это у нас ускорение на время и плюс начальная скорость. А чтобы найти, допустим, из этой формулы выразить начальную скорость, опять же, запишем это все в виде умножения на t. Обе части, получается, ускорение умножить на время равняется скорость минус начальная скорость. Получается, чтобы найти начальную скорость, хорошо нам нужно из времени вычесть ускорение умножить на время. Доформу для вычисления начальной скорости. Все. Мы научились выражать одни величины через другие. По известной нам формуле ускорения. Хорошо. На сегодняшнем уроке мы познакомились. Что такое средняя скорость и ускорение. Запомнили формулы, как вычисляется средняя скорость и ускорение. Что вообще означают эти величины. Вам нужно будет эти формулы выучить. Все. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем до скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok